Окей. Так. Пишем. Ага. Всем привет. Привет. Друзья, у нас сегодня прекрасный гость, очаровательная Яночка Штагер, которая, собственно, является организатором всех этих проектов, интереснейших интервью. И сегодня у нас есть возможность послушать её как раз на интереснейшую тему, которая очень классно отражает её внутренний мир. Это тема юмора. И я думаю, что сегодня будет очень весело и интересно. Ну, не знаю, как весело, потому что всё же научный подход к юмору немножко сбежал в градусы. Звучит ужасно. Но, тем не менее, я уверена, что будет интересно. Яночка, представься, пожалуйста, да, по традиции, кто ты, чем занимаешься. И, возможно, сразу тогда, почему эта тема, да, как ты выбрала, как она тебе лежит, как она тебе близка и почему заявилась вот с этой темой на диалог. Окей. Ну, прежде всего скажу, что очень непривычно быть по эту сторону забора, потому что обычно я всех спрашиваю. А тут вот до меня очередь дошла. Это очень прикольно и действительно волнительно, когда народ рассказывал, что, типа, о, боже, мы волнуемся перед интервью. А тогда чего тут волноваться-то, господи, берёшь и говоришь какие-то слова ртом. Вот теперь я понимаю, чего волноваться, и мне тоже чуть-чуть волнительно. Про себя. Я психолог, я клинический психолог-психодиагност, а также я телесно-ориентированный психотерапевт-практик. Мне это всё дело очень нравится, я этим занимаюсь уже около 10 лет, и мне всё ещё не надоедает. Более того, я считаю, что это одна из самых интересных, самых клёвых профессий. Ну и вот я такой организатор массовых психологических беспорядков, то каких-нибудь интервью, то каких-нибудь проектов, то ещё что-нибудь, и это тоже мне очень-очень нравится. Касательно темы юмора, почему я выбрала именно её? Потому что это действительно многогранная, на мой взгляд, тема, из неё можно очень много вытащить, она бесконечно недооценена, потому что крайне редко мы об этом задумываемся, и я вообще не видела вот такого прям какого-то хотя бы минимального разнообразия контента про именно психологические аспекты комического, смешного, людей, которые шутят, то как они шутят, как они это делают, как это их характеризует. То есть об этом не так много сказано, а ведь говорить есть о чём. Ну и плюс мне личностно очень близка эта тема, я чуть-чуть говорила об этом в посте, потому что юмор — это один из основных для меня инструментов. То есть это, когда я готовила эту тему, когда я вообще планировала, что мы будем делать именно это, то я поняла, что юмор — это первое, что вообще помогает мне в контакте, наладить контакт, это действительно очень облегчающее взаимодействие штука и делающее взаимодействие более приятным, ну и для меня тоже. То есть лучший способ с кем-то перезнакомиться, лучший способ вообще начать общаться — это, конечно, пошутить. И опять же, это не так-то просто, как может показаться, потому что разные люди шутят по-разному, и пошутить что-нибудь, что конкретно для этих людей будет не смешно, значит, наоборот, разрушить контакт. То есть на тебя так, скорее всего, посмотрят, и типа в глазах будет считаться, что какой-то ты странный. Но тем не менее, если добиться в этом кое-каких успехов, если сформировать навык шутить там над чем угодно, то это вполне себе облегчает взаимодействие. Ну и это вторая вещь, которая помогает мне на профессиональном поле, потому что если мы говорим, например, про просвещение, про чтение всяких лекций, да даже про съем каких-нибудь видяшек, не говоря уже про непосредственное взаимодействие с живой аудиторией, то юмор — это, конечно, одна из лучших вещей, которая помогает сфокусировать внимание людей, которая помогает донести до них какую-то информацию, так, чтобы им было интересно, так, чтобы эта информация запомнилась. Если вы читаете публичные лекции, юмор — это тоже одно из главных оружий. То есть если мы говорим про аспект работы психолога на массовую, скажем так, аудиторию, именно просвещение, то это, конечно, очень классно работает, и вот, наверное, лет пять, сколько уже, думаю, ну, даже, наверное, чуть-чуть больше, да больше, лет восемь, народ говорил мне, что, слушай, ты бы писала какие-нибудь видео, потому что с твоим стилем изложения это будет очень смешно, и это такой практически просветительский стендап, почему нет? И это действительно оказалось так, то есть что-что, а читать лекции — это вот прям мое, потому что шутить, значит, гораздо эффективнее доносить до людей информацию. Но и даже в индивидуальном каком-то контакте с клиентами это тоже вполне себе оправдано. То есть понятное дело, что когда мы говорим про индивидуальную психотерапию, то здесь поле для юмора, оно гораздо более ограничено, ну, точнее, нет, скажем так, это поле столь же более широкое, как и если мы говорим про аспект какого-то там массового взаимодействия, группу, лекции и так далее, но по этому полю будут проложены гораздо более узкие дорожки. То есть понятное дело, что можно шутить в индивидуальной психотерапии не всегда, не обо всем, нужно понимать, как это делать, и это можно понимать только на интуитивном уровне. Если, не дай бог, попытаться от головы, от сознания постичь, что вот сейчас можно пошутить, а вот сейчас нельзя, это закончится просто феерическим провалом и может травмировать клиента еще больше. Но если отдать это наотку бессознательному, то получится очень классно. По моему мнению, как это работает? Когда приходит клиент в индивидуальную психотерапию, он, во-первых, очень деморализован своими какими-то симптомами, то есть ему грустно не только из-за содержания его проблем, но из-за самого факта наличия этих проблем. То есть, о боже, моя голова играет против меня на другой стороне поля, это ужасно. И разрушить вот эту деморализацию за счет снятия напряжения через юмор иногда получается, скажем так. А второй момент — это то, что, ну, по крайней мере, в нашей культуре есть вот это, может быть, и в других культурах тоже, просто не занималась рассмотрением этого вопроса прицельно, но в нашей культуре есть вот эта тема с драматизацией, что, о боже, как все серьезно, вот эти все игры, какой ужас и проще. И разрушить вот эту вот штуку за счет снятия напряжения через шутки тоже вполне себе можно. То есть вот сидит клиент, он там закрыт в своем неврозе, он в ужасе от самого этого невроза, он напряжен из-за этого, и он считает, что это все охренеть как серьезно. То есть вплоть до того, что у него есть, ну, по крайней мере, на, опять же, на уровне эмоций, если он на уровне разума понимает, это все равно ни о чем. На уровне эмоций у него есть вот это впечатление, очень часто, такому, понятно, абстрактного клиента, есть впечатление, что это какой-то несусветный ужас, никто и никогда не встречался с этим до него, и непонятно, что с этим делать, и, короче, это не невроза, это ужасный монстр с десятью головами. И тут, конечно, шутки тоже очень сильно помогают. Вот поэтому такая тема. Здорово. На самом деле, уже из того, что ты рассказала, поднимаются кучи вопросов, и понимаешь уже, что это прям целая практика, чуть ли не духовная практика, в которой ты входишь в контакт с бессознательным для того, чтобы отразить какие-то процессы, да, но мы поговорим еще вот про архетип Трикстера, который вот прям очень ярко здесь проявлен, да, и очень интересно. Я бы хотела сначала больше с такой общей психологией зайти, да, к этому вопросу. Я помню, когда я впервые задумалась вообще про ценность юмора, когда я на месяц уехала за границу и вот жила, да, не в Украине, и я просто, у меня через месяц у меня случился вот такой настолько сильный дефицит юмора, к которому я привыкла, что я приехала домой, мне просто пальчик покажи, я уже просто там умирала от смеха, это было просто невероятно, насколько действительно за месяц у меня сформировался вот этот дефицит конкретно юмора. И вот здесь сейчас я уже вот полгода почти тоже за границей, и я понимаю, как сильно мне не хватает привычного юмора для меня. И вот хотелось бы, да, в связи с этим как-то услышать, что же, собственно, такое юмор, да, с точки зрения психологии. И я вот помню, мы когда с тобой анонсировали, да, говорили о том, что будем обсуждать эту тему, вот ты рассказывала и про юмор, который трансформируется вот с поколения в поколение, да, то есть то, как он видоизменился уже сейчас, да, то, что было раньше, то, что есть сейчас. Очень классный вопрос. Тут можно час рассказывать, и то все равно все не расскажешь. Касательно того, что такое юмор с точки зрения психологии, очень классный вопрос, потому что, честно говоря, когда я это все планировала, я вот таким боком вопрос не задавала. А ведь именно таким боком задать этот вопрос, это прям вот максимально хорошо описывает, то есть позволяет максимально хорошо описать. Что такое юмор? Юмор — это адаптационный механизм, потому что вообще абсолютно все, что есть у нас в психике, это тем или иным боком механизмы адаптации. То есть почему у нас есть юмор, почему у нас есть агрессия, почему у нас есть там да все остальное, потому что это помогает нам тем или иным образом приспосабливаться к среде. И, с одной стороны, юмор помогает нам на индивидуальном уровне вообще смеяться, значит сбрасывать напряжение. Вот это как раз очень хорошо известно телесникам, и это очень хорошо известно любым людям, которые хоть раз участвовали в ребёферской практике, что если всё эмоциональное напряжение сохраняется в нашем теле через чрезмерный мышечный тонус, через мышечные зажимы, мы всё это дело в себе удерживаем, и поэтому в какой-то момент, когда мы наконец доходим до того, чтобы это напряжение сбросить, оказывается, что телу, в общем-то, всё равно как сбрасывать это напряжение. То есть мы можем плакать, а можем смеяться. И вот это, кстати, та же самая тема, которая тоже чуть-чуть затронула, когда писала в объявляющем посте про то, почему люди иногда смеются в катастрофических ситуациях. Что, по крайней мере, мне часто приходилось с этим сталкиваться в работе с клиентами, когда они говорят, что вот случилась какая-то катастрофа, прям ужас, ужас, ужас. Ну, то есть не просто что-то там по-мелкому ужасное, а по-крупному ужасное, какая-то внезапная трагическая смерть. И он говорит, и я обнаруживаю, что я начинаю смеяться, и все на меня смотрят странно, как будто бы у меня поехала крыша. При том, что на самом деле смех в таких ситуациях – это как раз механизм удержания крыши на месте. Потому что на рыдание может ещё не хватать психического ресурса, а на сброс психоэмоционального напряжения через смех вполне себе. То есть прежде всего юмор и смешное – это адаптация на индивидуальном уровне. Если много эмоционального напряжения, проще поржать, скажем так. При том, что у этого есть и положительный аспект, действительно универсальный механизм для сброса напряжения, но есть и отрицательный аспект. Мы можем заигрываться, и мы можем начинать засмеивать. Засмеивать, обесценивать, вот это вот всё. То есть это тоже аспект адаптационного механизма, юмора как механизма приспособления, но при этом это, скажем так, тёмная сторона процесса. То есть засмеивание – это уже не есть хорошо. И, наверное, вот первое, что мне пришло в голову в качестве живого примера, это, если ты помнишь, как у нас был предновогодний тренинг в прошлом году в декабре, когда мы провели просто потрясающую подготовку вечера и замечательную сессию ребёрфинга в группе из семи человек, и это подняло настолько много вот этой психической энергии, в хорошем материалистическом смысле этого слова, потому что когда говоришь энергия, начинаются все вот эти двойные стандарты, что называется. И мы не придумали, куда эту энергию воткнуть, то есть куда этот энтузиазм, который в людях поднялся, эту волну эмоций, волну счастья, куда это всё направить. И народ начал просто ржать, причём над какими-то, ну, объективно, минимально смешными темами. То есть просто для того, чтобы можно было что-то придумать. Вот. Поэтому вот такое засмеивание и сброс энергии через смех, он как бы может иметь положительные и отрицательные аспекты. Ну, и второй момент про то, что юмор с точки зрения психологии, это, конечно же, всё, что относится к социальным аспектам. Потому что нам действительно проще объединяться с людьми, которые видят смешное в том же, в чём видим мы. И действительно, вот то, что ты рассказала... Вот это интересный момент, как это формируется, да? То есть вот почему одним, да, вот, в плане даже там народности, да, или какие-то территориальные группы, общины, вот у одних вот это вызывает смех, да? Вот у меня отчим, он был, вот он хорват, и вот насколько не смешной его юмор, хотя я понимаю, что в его стране это было просто нереально. Точно так же там ребята из Европы, хотя у нас на самом деле не такая большая разница в плане территориальной, да, дистанции. Но тем не менее, насколько разные вообще юморы, как это вообще получается. Чтобы было прям совсем смешно, ну вот нам, чтобы было прям совсем смешно, нужно шутить не просто по-славянски, а ещё и вот желательно в рамках нашей там какой-то социальной когорты, и ещё и в соответствии с канонами времени. То есть из чего складывается юмор? Понятное дело, что есть какие-то вещи, которые смешны абсолютно для всех людей. И чем младше мы, тем больше вот этих вещей смешных абсолютно для всех людей, то есть чем меньше на нас повлияла культура, тем универсальнее шутки. Что самое смешное для младенцев всех времён и народов? Самое смешное это шутка ку-ку. Это вообще юмор. И если вы это сделаете любому младенцу, независимо от того, из какой он семьи, какой он расы и так далее, ему всё равно будет смешно. Но дальше, чем старше мы становимся, тем больше на нас влияют именно культурные предпосылки. То есть, конечно же, тот опыт смешного, который мы получали, очень сильно на нас влияет. То есть, над чем мы привыкли смеяться, в какой культурной среде мы находимся. Даже если мы живём в одном месте и в одно время, когда мы говорим про социальные вот эти, ну, группы, не знаю, как это правильно, тут лучше бы у политолога спросить, но даже если мы говорим на таком исключительно бытовом уровне, скажем, каким-нибудь гопникам будет смешно одно, а каким-нибудь преподавателям вуза, академикам будет смешно другое. При том, что они однозначно живут в одной стране и в одно время. И что ещё на нас влияет? Конечно же, на нас влияет, ну, скажем так, веяние эпохи, если так можно сказать. И вот это то, с чего, собственно говоря, тоже родилась эта идея. Вообще, изначально я посмотрела выпуск редакции про юмор. Однозначно рекомендую канал, редакция и чувак пивоваров, который это делает. Мне очень сильно нравится, я его прям полюбила всем сердцем. И он делал большой выпуск про юмор, где выступали очень разные юмористы. То есть там были интервью с ребятами, которые как бы живут сейчас, понятное дело, но шутят очень о разном и по-разному. И вот для меня это стало таким просто максимальным открытием, что нифига себе, насколько различно смешное и как оно сильно характеризует людей. Потому что сначала, ну, то есть кто там был? Такие прям фигуры современного юмора, это Хазанов, это Поперечный, которого я очень сильно люблю, несмотря на то, что поначалу мне его шутки совсем не заходили, потому что, ну, что-то сильно много про говно. По крайней мере, вот в первом приближении про другое как-то особо не видно. Во втором, третьем и так далее становится видно и становится понятно, что это именно такой драматический юмор. Юмор с огромным количеством трагизма и, пожалуй, трагизма там больше, чем всего остального. То есть юмор бывает и таким. Но поначалу, конечно, вот шутки про говно. И третий персонаж, который там тоже был и тоже был достаточно показательный, этот Гарик Мартиросян. И вот когда они начали рассказывать про свое видение этих процессов, это было то, что меня просто потрясло. То есть Хазанов, который послушал Поперечного и он с ним пообщался, и у них еще между собой было большое интервью, он говорит, слушайте, ребята, если бы вот там из нашего времени выдающийся комик Аркадий Райкин, если бы он послушал, о чем шутит Поперечный, он бы расплакался. Вот эта фраза меня просто поразила до глубины души, потому что из нее понятно две вещи. Насколько вообще действительно юмор рождается социальными процессами, то есть, ну, как он пояснял потом, почему расплакался, потому что для него это значило бы, что его школа юмора, вот его этот стиль умер полностью. Это уже не смешно, смешны совершенно другие вещи, с которых тогда не то, что нельзя было смеяться, да в голову бы никому не пришло, в публичном пространстве так пошло. А второй момент, который тоже мне открылся вот из этой фразы, это про серьезное отношение Хазанова к Поперечному, то есть, это тоже очень крутой момент, хотя он как бы уже не совсем про юмор, он уже больше про в более широком смысле социальные процессы, но однозначно для того, чтобы так сказать, нужно серьезно к этому относиться, нужно не просто пытаться это опять же обесценить и умножить на ноль и сказать, что ну как бы вся вот эта современная тенденция как бы с ней пройдет, но это именно серьезное отношение, которое отражает понимание того, что да, юмор меняется и да, что-то умирает, и это может быть грустно, и это может быть поводом расплакаться, и ну как в общем-то как всегда, когда что-то умирает, но это совершенно естественные процессы, потому что что живо, то рано или поздно свою жизнь закончат, но еще один момент, который тоже был оттуда и который поразил меня неприятно, но как бы опять же все мы понимаем, что это есть, это штука, которую сказал Мартиросян, он говорит, что ну вы же понимаете, что комик он на работе, то есть вот он там шутит про то, что вот там, ну условно уже не помню, в чем заключался пример, но смысл в том, что там бюджет выделил миллион на остановой дороге, дорога так и не была построена, но какой-то депутат займел новый Лексус, говорит, и все смеются, и такие, да, депутат сволочь такая, говорит, но комику-то при этом все равно, то есть ему абсолютно по барабану и на депутата, и на дороги, и на все остальное, и вот тут мне стало по-настоящему грустно, потому что было совершенно видно, что в его картине мира так и есть, а вокруг него консолидируется огромное количество создателей юмора, которые тоже влияют на свою аудиторию, и понятное дело, что он, когда он непосредственно пишет шутки и шутит, он, конечно же, не говорит об этом прямо, но, безусловно, те посылы, которые мы вкладываем в свое творчество, они везде сквозят, и вот выходит человек и такой, вы знаете, я написал шутку, потому что, ну, я этим зарабатываю, и он транслирует вот такой неживой коммерческий юмор, это реально печальная фигня, и когда Пивоваров спросил Поперечного про то, что, ну, вот ты там шутишь на всякие остросоциальные темы, он говорит, меня это волнует, я шучу об этом, потому что это меня волнует, говорит, если там пару лет назад я шутил, скажем, про гомофобию, усмеивал гомофобию, потому что тогда меня волновало это, но опять же, уже точно не помню, но смысл в этом, сейчас я шучу про правительство, потому что меня волнует правительство, я там молодой человек, активный, который живет в этой стране и так далее, и когда он это говорит, то становится понятно, что его действительно волнует, и если мы посмотрим шутки Поперечного и шутки Камень и Паба, формально они как бы на одном уровне, то есть вся та же самая история с анально-генитальным юмором, но по эмоциональному посылу это абсолютно разные вещи, то есть в этом плане, что такое юмор с точки зрения психологии, это еще и вот такой маркер социальных процессов, вот как-то так, насколько это вообще звучит, понятно, потому что когда я разговариваю, мне кажется... Все понятно, да, очень... Не-не, очень-очень глубоко, на самом деле, прям вот я восхищена тому, как ты глубоко копаешь в этом вопросе, и хочется задавать больше и больше вопросов, но понимаю, что время ограничено, поэтому спрошу то, что прям сильно волнует. По поводу того, по поводу чувствительности к юмору, да, вот опять же, да, есть люди, которые легко воспринимают юмор, а есть люди, которые прям, ну вот, ну кажется, что человек либо не понимает чего-то, да, либо что-то у него явно там сложно как-то отношение с этим, является ли это показателем психологического здоровья, например, или каких-то таких вещей? Как ни странно, да. Понятное дело, что только по этому параметру мы не можем делать никаких выводов, это, знаешь, универсальный вопрос, любой вопрос, задай клиническому психологу, типа, а вот это является показателем психического здоровья? Ответ будет один и тот же. Да, является, но только поэтому нельзя сделать никаких выводов, прям реально универсально это дело. Потому что, с одной стороны, способность создавать смешное и способность понимать смешное, она, конечно, очень сильно завязана на интеллекте. То есть, как ни странно, чем больше у человека юмора, чем больше он въезжает во всю эту тему, тем, скажем так, не то чтобы тем он умнее, потому что, опять же, юмор бывает разный. Для того, чтобы понимать шутку про говно и письки, там, семи пядей волгу не надо. Но, тем не менее, когда мы говорим про какой-то, ну, хотя бы более-менее завуалированный какой-то момент, вот тут уже для того, чтобы это понять, а тем смешнее, ну, опять же, может быть, это моя проекция, но, по крайней мере, по-моему, тем смешнее, чем больше шутка спрятана. Потому что тогда, пока разум ее распакует, конечно же, получается гораздо больше кайфа на выходе, потому что там больше в эту историю вложено ресурсов. Поэтому для этого, конечно, нужен интеллект, и поэтому связь интеллекта и юмора, она несомненна. Хотя вот тут мне сейчас еще одна штука в голову пришла, скажу про второй момент, и тогда я ее озвучу. Второй момент, про который точно можно сказать, это травмы, которые человек получил, тоже, безусловно, влияет на то, как он воспринимает смешное. Вот когда мы говорим про различные табуированные темы для шуток, если мы спросим у человека, над чем нельзя смеяться и над чем нельзя смеяться ни в коем случае, то по его ответу и по его реакциям в момент этого ответа мы сможем достаточно отчетливо понять, есть ли у него какая-нибудь больная тема. А если у кого-нибудь есть больная тема, но прям он не может ее затрагивать и прям сильно она у него болит по сравнению с другими темами, то это однозначно указывает на какой-то психотравмирующий материал, который за этим стоит. Я прям сейчас тебе психодиагностику сделала. Отподелись результатом. Ты знаешь, такое, типа, о боже, о боже. Ну, это такое очень-то достаточно. Ну, вот первое, что мне пришло, это то, что нельзя шутить над изнасилованием. И я понимаю, что это, да, это очень заряженная тема. Да, то есть, ну, вот прям настолько ярко, потому что, в принципе, я люблю шутить над, в принципе, над всеми вещами, да, то есть даже там, даже каннибализм не вызывает у меня вообще каких-то таких, да, там, моментов. Вот, да, вот это вот, знаешь, вот это уже прям реально различие между разными темами, потому что каннибализм и изнасилование — это примерно одинаково по ужасности. Но когда мы говорим, что вот над этим, в принципе, там можно, вот над этим нельзя ни в коем случае, это уже про нас. Да, стопроцентно, очень диагностично. И еще один момент, который тут тоже можно сказать, это то, что, тоже я чуть-чуть это запрагивала, про черный юмор в среде медиков. Да, да, да. Да, очень интересно вообще, в принципе, как они совладают со своим стрессом. Да, как они справляются со своим стрессом, потому что если ты будешь все время ходить на серьезных щах, у тебя просто случится эмоциональное выгорание. Но если обычный человек послушает шутки медиков, они вряд ли покажутся ему смешными, и, скорее всего, многие из этих шуток даже покажутся ему кощунственными. То есть скажут, не-не-не-не, фу, ребята, над этим нельзя шутить, вы чё? Вот. И что еще можно сказать о связи юмора и душевного здоровья? Вот это вторая мысль, которая пришла мне, когда я начала говорить про то, что юмор однозначно, способность шутить и понимать шутки, однозначно связана с интеллектом. Про то, что тут тоже нужно понимать, что юмор бывает очень разный. И я вот просто тоже по себе смотрю и понимаю, что мне смешно с каких-то шуток, которые требуют, ну, скажем, не только ума, но еще и знания матчасти. Например, вот самая, наверное, такая характерная в этом отношении шутка, которая мне попадалась за все время, это шутка про, интересно, дразнили ли Льва Гумилева в школе фразой «Почитай отца и мать твоих». Но с более приземленных, мягко скажем, шуток, а иногда и с откровенно дурацких шуток, мне лично тоже смешно. То есть я помню, когда почти 10 лет назад появился «Язь рыба моей мечты», это было смешно, ну, примерно на полгода, то есть я очень долго не могла проржаться, и это было реально очень... Да, я помню эту реакцию, при том, что тебя так перло, даже я помню, как тебя перло на эту тему. Мне до сих пор смешно. Я понимаю, что в этом плане, безусловно, опять же, открывается аспект социального влияния, то есть над чем нас приучает смеяться наша среда. Как человек, который бесконечно любит юмор, это уже понятно, я посмотрела все выпуски шоу «This is Хорошо» с 2060 года, а у них было около 800 выпусков, знаете ли, я не пропускала вообще ничего, включая выпуски, которые они делали на форнхабе. Если вдруг вы приличный человек и не знаете, что такое «This is Хорошо», это шоу по обзору вирусных видосов в интернете, которое шло с 2010 по 2019 год. И понятное дело, что под воздействием вот этого всего тоже формировалось мое чувство юмора. И, собственно, я из рыбы моей мечты, и это тоже произошло оттуда. И вот у них тоже очень такая характерная история с тем, что вот видно, что, в принципе, ребята, которые создают это шоу, они как раз-таки с высоким интеллектом и за высокоинтеллектуальный юмор. Но им нужно набирать просмотры. И поэтому очень хорошо именно психотерапевту, да, психологу, видно, как они пытаются шутить над какими-то вещами, которые хорошо разойдутся. Ну, не то чтобы им при этом совсем не смешно, но то, как они разговаривают, когда они не шутят, и то, как они разговаривают, когда они пытаются написать коммерчески фиктивную шутку, это вот прям две большие разницы, как сказали бы в Одессе. Поэтому, да, безусловно, это... Ну да, видимо, знаешь, как раз вот про вот эту разницу шутка от ума и шутка от бессознательного, да, вот от более глубинного такого состояния. И в контексте вот этого вопроса как раз хотелось бы прикоснуться к вопросу о трикстере. Если ты договорила идею, да, ты закончила? Собственно, да. То есть там была мысль про то, что юмор бывает очень разный, и, конечно, он связан с интеллектом, и среда нас приучает, скажем, к тому, над чем нужно, можно и нужно смеяться. Но, опять же, нужно понимать, что даже в рамках одних и тех же условий шуточки все равно будут очень сильно отличаться. А, да, еще момент, который такой же тупо смешной, к вопросу о том, что можно ржать над высокоинтеллектуальными шутейками, но потом там спуститься внизу и тоже ржать вполне себе с удовольствием. Это я смотрела выпуски непосредственно с поперечных плохих шуток. Короче, это такая штука. Суть вообще взаимодействия двух людей в чем? Каждый из них пишет по 10 самых отвратительных шуток, и если второй засмеется, то ему насчитывается балл за охреновое чувство юмора. Соответственно, проигрывает тот, у кого больше баллов. И вот, значит, в одном выпуске там сидит чувак и говорит, так, я сегодня сделал ставку на отвратительные каламбуры. Каламбуры это, в принципе, достаточно тупо, а я еще и сделал их отвратительными. Так, я любитель каламбуров, сейчас посмотрим, что будет. Каламбур это реально один из моих любимых видов смешного, я их сама очень много создаю, даже не хочу думать, что это обо мне говорит, потому что может говорить еще разное. Но вот в какой-то момент, ну то есть да, понятно, там были такие шуточки и чернушные какие, ну тут легко было держать, да, безусловно. Но в какой-то момент он говорит шутку про, если бы у животных была религия, то там были бы Иисус Лик 12 апостсумов и утка из кариот, и я понимаю, что это все, это мясо. И мне было смешно минут пять после этой шутки, в принципе. И потом я еще несколько дней ходила и ее периодически вспоминала, потому что это казалось мне офигенно смешным. Вот, если так вопросов о разном юморе. Ну что, теперь погнали про Трикстера. Да, вот про Трикстера было бы прекрасно. Есть, существует, да, вот для наших зрителей существует треть архетипа героя, герой-любовник, герой-воин и герой-трикстер. Я думаю, что многие из нас очень хорошо знают и примерно ощущают и чувствуют, потому что это хорошо культивируется в мифах, в легендах и в фильмах сейчас, да, вот про и сам образ героя-любовника и герой-воин, да, ну это такие классические очень моменты. А вот как раз герой-трикстер, это вообще что-то такое очень непонятное, и даже если взять бога Диониса, да, который по сути является, да, тоже вот этим образом Трикстера, ну там очень такая интересная история изменений жизни, собственно, да, этого божества и какие там у него приключения происходили. И на самом деле, да, юмор вот как проявление этого архетипа, это очень интересно, потому что как раз вот то, что ты говоришь про проявление бессознательного, когда ты не просто интеллектуально чувствуешь, что нужно сказать или как нужно пошутить сейчас, да, а это вот как бы от импульса на волне, когда ты действительно взаимодействуешь с вот этими глубинными слоями. Как ты чувствуешь, как для тебя это ощущается у тебя, потому что это твой ведущий архетип, да, он часто в тебе проявлен, ну то есть не ведущий, но он часто проявлен гораздо больше, чем у других, как минимум моих друзей, и, безусловно, это очень ценно, да. Как ты его чувствуешь, как вообще, в принципе, у тебя это взаимодействие происходит, что это для тебя такое, да, вот что на эту тему можешь сказать? Это офигенный вопрос, потому что Трикстер — это еще одна тема, про которую можно говорить час, а то и часами. Трикстер, скажем так, он очень специфический, потому что это действительно минимально понятный архетип, и он минимально понятный именно в нашей среде, потому что если мы опять же возьмем славянскую мифологию, какой в наших сказках, да, допустим, типичный Трикстер? Типичный Трикстер — это, скажем, ну, самый типичный из всего, что есть у нас. Это Иван Дурак, который по итогу как раз-таки оказывается самый не дурак, но шуток при этом нету. То есть при этом есть какие-то очень специфические... Максимальная серьезная мифология. Да, максимально серьезный Трикстер, такой даже трагический Трикстер. Мне очень нравится у... По-моему, у фонда «Нужна помощь», фонда для фондов. У них есть свой мерч, ну, может быть, у кого-то вот из их там друзей, скажем так, но у них есть офигенный мерч, такая футболка, на которой написано трагический контент, или такая розовенькая веселенькая футболочка, на которой написано непереносимо. То есть вот Иван Дурак, он примерно такой Трикстер, потому что реально там ничего смешного нет. Там есть какие-то, скажем, дурацкие ситуации, то есть Трикстерство Ивана Дурака в том, что он попадает в дурацкие ситуации. Ну, вот старший брат выстрелил, стрела упала в птический двор, средний брат выстрелил, стрела упала там на дворянский двор, да, или... Сейчас глупо с ней рассказала, но смысл понятен. Младший брат выстрелил, стрела упала в болото, и он будет жениться на лягушке. То есть самого смешного в этом — это дурацкость ситуации. Но дальше никаких шуток, всё очень серьёзно. Поэтому вот эта штука, она, безусловно, на нас очень сильно влияет, потому что если мы посравниваем с Трикстерами других стран, то у нас, ну, не то чтобы я прям рискну заявить, что он наш самый трагический, но что-то в этом есть. Что если мы сравним, например, с Трикстером индейца, это койот, типичный Трикстер, или даже заяц, мне моя учительница английского, с которой мы занимались в прошлом году, чтобы я не тупила на конференции по психотеремической терапии, она мне подарила книгу «Rabbit the trickster», и там вот было описано про зайца, который с помощью своих трикстерских штук украл огонь, дальше животные его там друг другу передавали, и в итоге таки добыли для себя огонь, и у них очень много вот этого всего контента. Если мы возьмём, например, скандинавскую мифологию, то у них тоже не очень смешной Трикстер, и он тоже очень сильно отражает вот их, скажем, средовые особенности, потому что у них Локи, который, в общем-то, довольно-таки говнюк, если мы вот так вот это дело рассмотрим. В общем, греки выделились больше всего, у них там вино, у них там гульки всяческие, в общем. Чудесный каноничный Трикстер, Трикстер здорового человека, назовём это так. Но, действительно, для меня это очень близкий архетип, и когда я вообще исследовала, что же это такое, потому что даже если мы берём вот три типа героев, да, герой-воин, это понятно, драконоборец, опять же, если мы берём нашу мифологию, коты-горошку, крыло-кожемьяка, вот это вот всё, то есть там всё ясно. Герой-любовник тоже понятно, вот тот же самый, ну, не знаю, кто там каких-нибудь принцессу освобождает, вполне себе всё ясно. Но если мы говорим про Трикстера, что это вообще такое? И я не то, чтобы очень много людей... В чём его сила, да? То есть, как бы кажется... Да. В чём сила, это правда, и я не так-то много людей встречала, которые вообще знают о том, кто такой Трикстер, не говоря уже о том, чтобы они хорошо понимали, в чём же сила. Я вот села разбираться в этом вопросе, и самое вот такое интересное, и самая такая, самая эссенция всего, что я нашла, было в том, что Трикстер — это тот, кто нарушает правила. То есть Трикстер, как ни странно, тоже творец, и может быть в нём даже больше творческого, чем в предыдущих типах героев, потому что герой-воин, он точно не творец, он скорее разрушает то, что должно быть разрушено. Герой-любовник, он тоже не совсем творец, он скорее ориентирован на отношения между. И если мы говорим про непосредственно творческую силу, то, безусловно, Трикстер в этом плане будет впереди планеты всей. И во многих описаниях этого архетипа его даже сравнивают с таким демиургом, в хорошем смысле слова, с творцом отдельных вселенных. Но, как минимум, если мы не заходим на такой слишком масштабный уровень, то он точно творец новых социальных правил, потому что Трикстер готов потешаться в том числе над тем, над чем потешаться нельзя. Для него вообще нет запретных тем, это юмор в чистом виде, он может ржать над всем подряд. И именно за счет того, что он способен высмеивать старые ценности, он и может создавать новые. Вот это для меня самая большая сила Трикстера из всего, что мне попадалось, и опять же, понятное дело, когда читаешь, что на себя это все примеряешь, анализируешь, высмеивать старые ценности и, в принципе, не иметь никаких ценностей. Вот, пожалуй, Трикстер не в том, что он, скажем, вот я против этих ценностей за эти ценности. Он не оценивает в принципе, говорит, для меня вообще нет никаких ценностей. Я действую по ситуации, когда что-то, в чем мы застряли, должно быть упразднено для того, чтобы мы могли двигаться дальше. И вот в этом плане самый показательный Трикстер — это шут при дворе средневековых королей. Это люди, которым можно было потешаться над тем, над чем больше никому потешаться было нельзя, и зачем они были нужны. То есть все знают, что да, вот был шут, он там мог безнаказанности бать короля, но вопрос возникает, зачем же это нужно королю. Ну вот есть какой-то придурок, который постоянно тебя обстебывает. В чем прикол? Прикол в том, что когда правитель находится в рамках, он заключен в рамке своей роли, и он не может выйти за рамки этой роли, он не может творить полностью свободно. Ему нужен этот разрушитель правил, разрушитель ценностей, иначе развития не будет никакого вообще. И когда мы говорим, что где-то становится очень много трикстерства, что, допустим, вот какая-то социальная среда или какой-то процесс, в котором раньше все было серьезно, и сам себе в зеркало не улыбаюсь, и тут внезапно в этом становится очень много трикстера, очень много способностей прикалываться, высмеивать, отказаться от ценностей и так далее, то мы понимаем, что это значит, что эта система или этот процесс дозрели до трансформации. То есть трикстер очень созидательный, и он очень свободный, и, пожалуй, вот это то, что мне больше всего нравится в нем, если мы говорим, что да, трикстер один из моих таких центральных архетипов. И эта штука, которая мне очень нравится в себе, это способность не привязываться вообще ни к каким ценностям. Ну, то есть понятное дело, что у меня есть ориентированность. Вот если мы опять же возьмем, как это в политологии, мне очень нравится вот эта табличка, где они составили, ну, как это сказать, систему координат, да, декартовскую, где они по иксу отложили, вот скажем, с одной стороны у них были ценности выживания, а с другой стороны ценности выражения, а по оси икрика они отложили с одной стороны традиционалистские ценности, ценности аграрного общества, с другой стороны секулярно-рациональные ценности. То есть ясен пень, что в таком контексте я, конечно же, буду более привязана к секулярно-рациональным ценностям и к ценностям самовыражения. Но если мы говорим про какой-то, опять же, глобальный уровень, про в целом, по-моему, чем меньше этой привязанности, тем лучше, и я это в себе очень ценю, вот эта сила Трикстера для меня. Опять же, не знаю, насколько это понятно нормальным людям, но надеюсь, что если непонятно, вот я тебе могу задать вопрос. Да, да, я думаю, что можно, если что, обсуждать. Я думаю, что вопросов на самом деле много поднимается в контексте того, о чем мы говорим. И дальше, в продолжении этой темы, хотелось бы спросить твое мнение, как ты считаешь, можно ли развить в себе вот эту энергию, опять же, Трикстера, да, потому что это даже вот лично мой такой вопрос. Я в свое время очень сильно залипла в архетипе вот это герой-воин, и я просто помню вот эти моменты, когда даже самые мелочи воспринимались как что-то вот такое глобально серьезное, с чем нужно просто сражаться внутренне. То есть любой вопрос — это сражение. И тогда я помню, что мне еще Андрей Флэшли говорил, что, Инна, тебе нужно развивать Трикстера. И я помню, что я пыталась как-то вниманием переключаться, как бы Трикстер на это отреагировал, да, если мне сложно. Как ты сама считаешь, можно ли развить в себе эту энергию, если она слабо проявлена, если ты такой по жизни суперсерьезный человек, и все у тебя очень серьезно, да, можно ли как-то сбалансировать вот этот аспект? Я уверена, что можно. Для этого достаточно задаться целью, потому что если у человека нет такой цели, то ничто снаружи насильно ему это не привьет. Ну, то есть ему, конечно, могут подать хороший пример, что вот смотри, скажем, жить с небольшим градусом серьезности гораздо приятнее и эффективнее, что характерно, чем когда ты сам себе в зеркало не улыбаешься. И это может его зацепить, но для этого у него должна быть, ну, хотя бы скрытая мотивация меняться. То есть если человек не хочет меняться, он такой, не, я тут, короче, вот на серьезный шаг. У него есть на это причины, его адаптация держится на этом, не надо его трогать. Одна из моих таких вообще базовых убежденностей, одна из базовых концепций, что если человек не хочет расставаться со своими адаптационными стратегиями, не надо его трогать, потому что 10 раз подумай, можешь ли ты предложить ему что-то действительно столь же эффективное в его системе координат, а не так, как ты это видишь. Но когда ты уже задался целью, что окей, я хочу стать чуть-чуть легче, чуть-чуть веселее, чуть-чуть более расслабленно ко всему этому делу относиться, то это вполне себе можно развить. И для меня такой хороший, развивающий трикстера вопрос, это вопрос, насколько все серьезно? Вот как ты думаешь, насколько все серьезно? И иногда для того, чтобы правильно оценить серьезность момента, нужно прям выйти за пределы вообще собственной жизни. Иногда даже так. И понятное дело, что это не всегда легко сделать, но если есть мотивация, если человек понимает, что да, окей, мне в моей жизни не достает именно трикстера, не достает именно вот этой вот легкости, то вопрос, насколько все серьезно, даже если для этого придется отвлечься от любимого эго, это самая, по-моему, крутая штука. Вот кроме того, что ты уже сказала, да, чтобы там не дублировать эту тему, про что бы сказал трикстер об этом, вплоть до того, что можно, скажем, составить для себя список любимых трикстеров, что бы сказал на моем месте тот-то, да, кого я почитаю за хорошего трикстера. Но вот эта вот тема с вопросом, насколько все серьезно, она тоже довольно-таки, и я это использую, я сейчас понимаю, что я это использую неосознанно. У меня уже есть такой встроенный механизм, который на уровне бессознательного решает, насколько все серьезно, и обычно дает ответ или да вообще это, господи. Или дает ответ, да, все серьезно, но не очень. Вот такой типичный трикстер это чеширский кот из «Алисы в стране чудес» в этом отношении, который прям трикстер при трикстер, и про него Алиса так сказала, говорит, что ну видала я котов без улыбок, мол, улыбку без кота. Вот улыбка без кота — это прям такой характерный образ трикстера. И когда, по-моему, у самого Кэролла этого не было, но из этого мировое пространство породила мем, где Алиса спрашивает, говорит, а жизнь это серьезно? И кот говорит, ну да, серьезно, но не очень. И вот это вот прям такой концентрированный трикстер, потому что безусловно в моей жизни, ну как бы мне вот 30 лет скоро, через несколько дней, безусловно в моей жизни бывали ситуации, когда все было очень серьезно, когда вопрос стоял на уровне жизни и смерти, и когда действительно было неизвестно, буду ли я жить дальше. И это было неоднократно, когда вот знаешь, там типа попал в какую-нибудь переделку, не успел испугаться, вышел, пошел дальше. А эти события были несколько раз, там, к счастью, все всегда чудесным образом заканчивалось хорошо, но само вот это переживание, что я не знаю, есть ли у меня будущее в сложившейся ситуации. Это у меня есть. Поэтому, когда я говорю, что вопрос, насколько все серьезно можно задавать, даже в действительно серьезные моменты, и отвечать, ну да, серьезно, но не очень, для чего придется и правда отвлечься от своего любимого эго и выйти на уровень за пределами собственной жизни, это работает. То есть я могу с уверенностью утверждать, что я в этом не голословна. здорово. Яночка, ну я не могу не затронуть еще один аспект юмора, это то, что касается психоделических вещей, потому что на самом деле это настолько яркий процесс, да, в плане юмора и в плане всяческих шуток и того, что вообще происходит. Как ты считаешь, да, что собственно порождает, вот да, ну понятно, что там сиротонин и все дела, но опять же все равно с учетом нашего опыта, да, видно, что формируется прям какая-то отдельная культура, которая объединяет людей вот чем-то очень общим, да, общим опытом опять же, да, и это явно не только воздействие сиротонина, когда ты просто хочешь смеяться с чего-либо, а когда это порождение каких-то очень интересных и очень смешных фраз, идей, и как ты вот считаешь, как это работает, и вообще что это за феномен такой? Очень крутая фраза, которую ты сказала, это про разделенный опыт. То есть юмор очень сильно связан с разделенным опытом. Если у нас есть некий общий опыт, нам будет гораздо проще простроить об это смешное. И, пожалуй, это вообще очень много говорит про социальные всякие аспекты юмора. Мы объединяемся в группе по принципу общности нашего опыта, и, конечно же, нам будет что-то казаться смешным или не смешным, в зависимости от того, какой опыт определяет нашу личность. Касательно вообще психоделических процессов, первое, что, когда ты начала об этом говорить, пришло мне в голову, это то, что даже внутри психоделики смешное может быть разным. И процесс вот этого юмора, и процесс, блин, как сказать, герундий от слова смеяться. Не знаю, когда будет правильно. В общем, вот это. Это действительно разное для разных психоделиков, потому что вот самое такое, что бросается в глаза, это различие между тем, как вот если люди находятся в общем травяном процессе, то есть они употребляют марихуану совместно, и если люди употребляют все оцииновые грибы совместно. Потому что если, ну, такое очень яркое различие, когда люди совместно употребляют марихуану, очень часто возникает эффект, ну, безусловно, не всегда и не у всех, но очень часто он возникает. Вот этот характерный эффект, ощущение того, что у меня все нормально, я серьезный, я вот там трезвый, как стеклышко, я адекватно воспринимаю мир, я сижу на серьезных щах. А вот эти вот все добрые люди, они просто неадекватные придурки, ржут над пальчиком, и как вообще с ними можно взаимодействовать. При том, что во псилоцибиновых процессах все с точностью да наоборот. Что я смотрю на всех вот этих добрых людей, и их, похоже, вообще никак не взяло, у них, похоже, нет никакого эффекта, они какие-то там серьезные, что-нибудь еще, а я, у меня тут вообще вселенная встает и рушится, и невозможно там понять, что с этим делать, структурировано и так далее. То есть, конечно, есть очень большая разница между тем, как мы смеемся и что нам смешно в этих процессах в зависимости от самого вещества, но, наверное, самый такой главный момент, самый важный момент, который, если уж по-серьезному приходит мне в голову, то... Серьезный Трикстер, да? Максимарон. Это то, что психоделики, они все-таки по определению вещества, раскрывающие психику. Они поднимают что-то, что находится на глубинном уровне, они раскрывают нашу сердцевину, позволяя отшелушить какие-то аспекты, прежде всего негативные аспекты того индивидуального опыта, который с нами случился. То есть в этом контексте для меня, что такое психоделик. Психоделик — это то, что позволяет раскрыть общее, освободившись от негативного частного. И я абсолютно убеждена в том, что на уровне вот этой общности мы все одинаковые. У нас есть вот эта общая черта с сердечностью, с добротой, с веселостью. То есть нам, дай волю, мы начнем смеяться, обниматься и вот это вот все. И это доказывает... Это же мировая практика вообще, весь мировой опыт, что любой человек, который жил в хороших условиях, то есть чьи потребности удовлетворялись, даже если базовые какие-то биологические потребности удовлетворялись недостаточно, но если достаточно удовлетворялись эмоциональные потребности, вот все люди, которые прожили в эмоциональном профиците, они все примерно одинаковы. Они такие легкие, веселые, с ними классно, они там любят мир, хотят обниматься и так далее. Не то, что постоянно. То есть я никоим образом не хочу выкинуть интровертов из этого списка, которые вот сейчас так могут послушать и, ну не, ну не, ну я как-то не готов любить этот мир в режиме 24 на 7. Я тоже интроверт и не готова любить мир в режиме 24 на 7. Но в целом вот это состояние легкости, покоя, комфорта, открытости, наслаждения и так далее, которые, естественно, способствуют юморному настроению, вот это общее у нас у всех. То есть если мы посмотрим, как люди себя ведут в психоделических сессиях, если это уже вот та часть, когда это, собственно, сердцевинное переживание, а не когда идет проработка вот этих внешних слоев негативного опыта, все люди ведут себя одинаково. Все люди разных культур, разных, опять же, народов и так далее. То есть наша человеческая природа, о, блин, как классно! Вот это вот раскрывается и вот это, пожалуй, то, что можно сказать про смешной психоделики, ну, по крайней мере, на вскидку. Здорово! Я очень воодушевлена. Спасибо тебе большое, Яночка. Я думаю, что мы потихоньку будем заканчивать. И хотелось бы, чтобы в завершение ты сказала какую-нибудь либо шутку, либо историю, которая вот приходит тебе на ум из твоей жизни, да? Вот то, что там, например, до сих пор вызывает у тебя улыбку, какой-то процесс, возможно, что-то, что... Чем хотелось бы поделиться, да, с миром, возможно, привнести немножко радости нашим слушателям в том числе. То, что приходит. У меня так много мыслей, что я не могу выбрать их ни ко дну. На чем мы сможем поржать напоследок, чтобы это было содержание? Она... О-о-о! И ушел в глубокую медитацию. Вот. Но, наверное, самое такое, что приходит в голову, это то, что... Когда я два года назад была в ТВ, и там познакомилась с людьми, которые стали моими друзьями, и, в принципе, я заполучила очень интересный, очень насыщенный опыт. Мы много говорили про то, что походу Вселенная — это один большой трикстер. То есть, учитывая, что у Вселенной нет никакой цели существования, и почему все это существует? Ну, не почему, просто так получилось. Походу, единственная настоящая цель — это, ну, чтобы было весело. Если уж у Вселенной нет никаких целей, то это значит, что мы пришли сюда веселиться. Поэтому такой большой посыл — порадуйте Вселенную, оправдайте свое существование, наслаждайтесь этой жизнью, позволяйте себе смеяться, и позволяйте себе смеяться даже там, где это может казаться неправильным в социальной точке зрения. Потому что если вам весело и хорошо, и никто от этого не страдает, то какая разница, какие концепты по этому поводу существуют в обществе? Как-то так. Здорово. Спасибо тебе огромное, Яночка. Твой юмор действительно привносит очень многое в процесс и дружбы, и психотерапии, и просто общения. И это действительно такая вот твоя фишка, по которой тебя узнают из семи миллиардов человек. О, это, кстати, тоже фраза из «Грибного путешествия». Да-да-да. Вот. Я тебя очень благодарю за все, что ты вот сегодня поделилась. Я думаю, что будут вопросы еще и после, да, потому что такое ощущение, что можно на второй заход еще углубляться в эту тему. Вот. Ну что, будем тогда завершать. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. До новых встреч.